Рада приветствовать всех на открытии 5-го международного конгресса общества теории музыки. И по традиции к вступительному приветственному слову приглашается председатель Совета общества теории музыки, исполняющий обязанности ректора Московской государственной консерватории имени Чайковского, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Сергеевич Соколов. Пожалуйста. Доброе утро, дорогие коллеги. Мы немножко еще по времени приспосабливаемся, хотя не такая уж большая разница с Москвой, но здесь не только москвичи, и очень приятно, что наш 5-й конгресс, действительно, конгресс, перемещающийся по необозримому пространству российскому. Два раза мы собирались в Москве, и три раза собираемся уже в разных городах. Сначала это был Петербург, потом была Казань, а теперь Екатеринбург. И мне очень хочется надеяться, что такая традиция будет продолжена, поскольку на выезде на самом деле создается какая-то особая атмосфера соприкосновения с гостеприимными хозяинами, и поэтому я очень рад прежде всего и выразить эту благодарность от имени всех приехавших и не приехавших, но присутствующих не из Рима, а скоро будет из Рима. Мы уже привыкли к таким форматам, проводили и в Москве, и в Ромак, где весь мир фактически вышел из самых разных часовых поясов, и это не помешало нам очень плодотворно пообщаться. Но сейчас мы в Екатеринбурге, поэтому в лице Галины Александровны, конечно, благодарю за героизм проявленный, потому что время выдалось очень непростое, и даже само проведение Конгресса такого выездного было некоторое время под вопросом, но тем не менее, как видите, мы вместе. Ну, программа очень насыщенная, очень интересная, связанная с тематикой Казанского Конгресса, потому что мы уже фактически углубились в эту сферу, прояснение языка, на котором говорим, и, соответственно, продвинуться в этом направлении. Но здесь очень широкая панорама развернута, это мы уже видим и по опубликованным тезисам, и, конечно, очень многое будет для нас интересно в самих докладах. Будем надеяться, что не только публикация тезисов, уже состоявшиеся, но и по следующей публикации самих докладов не займут слишком много времени на редакционную подготовку. Это во многом зависит от самих докладчиков, поэтому призываю изначально не откладывать на потом, поскольку наш журнал, электронный журнал общества теории музыки, это журнал с очень высокой репутацией, и публикация в этом журнале, она, естественно, для любого ранга музыковедов является весьма привлекательной. Но при этом я хочу с особым удовольствием отметить, что тут сидит такая стайка студентов Мостовской консерватории, который тоже говорит о том, что и молодежь здесь подтягивается к тому диалогу, на котором мы привыкли общаться. Вообще, я так отсюда считаю, уже профессорско-преподавательский состав, уже 8 человек сидит, 9 еще Марина Леевна подошла. Ну, это свидетельствует о том, о чем я уже сказал, для нас очень важна вот такого рода возможность общения, и, конечно, начав его сегодня, мы на протяжении всех таких следующих дней, не только с трибуны, но и в таком естественном человеческом диалоге будем очень много для себя и прояснять, и получать стимулы для дальнейшего нашего развития профессионального. Ну, так, собственно говоря, вот и все. Поэтому я приветствую всех тех, кто появится на экране, выражаю надежду, что интернет нас не подведет, уже не первый опыт. Знаете, где-то и будут какие-то маленькие, так сказать, грехи, то мы, в любом случае, их философски воспринимаем. Всем большого успеха и в докладах, и в дискуссиях, ну, и в просто простом человеческом общении. Поздравляю. Спасибо, Александр Сергеевич. У нас, Валерий Дмитриевич Шкарупа, к сожалению, не может присутствовать на открытии, поэтому от лица исполняющего обязанности ректора Уральской государственной консерватории имени Мусоргского, профессора Валерия Дмитриевича Шкарупы, себя лично рада приветствовать всех участников на Пятом Международном Конгрессе Общества Теории и Музыки. И хотелось бы выразить слова благодарности председателю Совета Общества Теории и Музыки, исполняющему обязанности ректора Московской консерватории, профессору Александру Сергеевичу Соколову и проректору по научной и воспитательной работе профессору Константину Владимировичу Зенкину за оказанную честь проведения такого масштабного мероприятия на базе Уральской консерватории. Наука в искусстве — это категория, которая, с одной стороны, может показаться несоизмеримой с другими областями науки, связанными с научно-техническим прогрессом, созданием уникальных технологий искусственного интеллекта, виртуальной реальности, достижениями медицины или оборонно-промышленного комплекса. Но вместе с тем именно люди искусства способны влиять на тех, кто создает благо для нашего общества. И в данном случае именно музыкальная наука становится тем фундаментом, на котором произрастет качественное музыкальное образование. И, соответственно, это музыкальное образование получат будущие носители нашей отечественной культуры, которые будут способны влиять на развитие и формирование нашего общества и его производительных сил, его базовых институтов, экономических, политических, социальных, духовной сферы. То есть именно люди искусства ответственны, я считаю, за многие сферы нашей жизни и за то, как эти сферы будут функционировать в современном мире. Желаю всем докладчикам успешного выступления, всем присутствующим получить истинное удовольствие от прослушанных докладов. А студентам желаю поднабраться опыта, чтобы они тоже ощутили себя частью такого масштабного мероприятия в области музыкальной науки. Спасибо. Для приветственного слова приглашается проректор по научной и воспитательной работе Московской государственной консерватории имени Чайковского, доктор искусствоведения, профессор Константин Владимирович Зенкин. Дорогие коллеги, добрый день. От души приветствую всех здесь. Очень рад, что мы здесь собрались. Вот вижу много знакомых лиц, давних друзей. Но должен сказать, что, как всегда, наш конгресс, хотя это не международный конгресс, не Евромаг, а именно конгресс нашего российского общества теории музыки, он все равно является международным. И онлайн будут выступать докладчики из Франции, Егор Дмитриевич Резников, из Соединенных Штатов Америки. Будет пленарный доклад Эльдар Дамир Чехананов, но, правда, он наш человек, русский, из России. Вот. Затем из Украины, Болгарии, Румынии. И должен сказать, что есть еще такая постоянная точка соприкосновения Московской и Уральской консерваторий. Мы вместе с Казанской консерваторией являемся учредителями сетевого издания «Музыкальное искусство Евразии. Традиции и современность». И вот этот факт, он тоже нашел отражение в программе конференции, потому что уже у нас налажено хорошее общение с коллегами из стран Центральной Азии. Вот, к сожалению, задерживаются. Но сегодня должны прилететь два наших участника из Таджикистана, а также будут онлайн-выступающие из Уф-Бекистана, Казахстана и Азербайджана. Так что вот такой очень большой международный состав. Секции мы планировали, исходя из ваших заявок, пытались их тематически собрать более или менее такие единства. При этом, должен сказать, что иногда, в связи с тем, что кто-то должен улетать раньше, ну, не всегда так получалось, это единство с инвестицией, потому что в последний момент пришлось делать перестановки некоторые. Вот. А две секции были запланированы изначально, именно как секции. Это одна из них по инициативе Валентины Николаевны Холоповой, «Педагогика и музыкальное содержание». Ну, собственно, Валентина Николаевна планировала делать секцию просто по теории музыкального содержания. Но поскольку доклады в этой секции, как выяснилось, они связаны неразрывно именно с проблемами педагогики, то мы вот объединили вместе. И также секция, которую, это по инициативе Фируза Абдушуровича Ульмасова из Сатушанбе, «Инвариант как исходный признак генетической общности музыкальных процессов». И вот тут-то как раз будет особенно много участников из стран Центральной Азии, потому что этот материал, нам не так хорошо известный, как нашим коллегам из этих стран, он вот такие проблемы, такие вопросы в особенности, так сказать, ставит. И еще одна приятная деталь. Недавно исполнилось 10 лет, ну, по-моему, в прошлом году, да, наверное, в прошлом году исполнилось 10 лет к журналу «Общество теории музыки». Должен сказать, что этот журнал уже давно входит в Аковский список, но недавно он стал отнесен ко второй потяну. То есть, это очень хорошо, в нем могут печататься все члены диссерационных советов. И вот, поскольку мы наше такое формально-организационное общее собрание провели осенью, то сейчас нам нет необходимости его проводить, и мы посвятим это наше собрание вот как раз приятным событию, юбилею нашего журнала. Это будет как раз сегодня, в 5 часов после пленарных докладов. Так что всех приглашаю и на собрание, и на доклады. Ну, а дальше завтра и послезавтра у нас будут три параллельных секции. Это, с одной стороны, очень непросто, что-то трудно выбрать, бывает, куда идти, но тем самым, это наша традиция, мы успеваем подпустить большое количество докладчиков. Всего докладчиков получается порядка сотни, что-то около сотни, но как всегда, как обычно в наших организациях. Так что добрый путь, всем успехов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Для пленарного доклада приглашается доктор искусствоведения, профессор, исполняющий обязанности ректора Московской Государственной консерватории имени Чайковского, Александр Сергеевич Соколов. Вас включили тему доклада? Тема доклада «На пороге ретроспективы об общении и перспективы ожиданий». Преамбула к научной дискуссии по объявленной теме Конгресса ОТМ. Преамбула к научной дискуссии Еще раз приветствую всех собравшихся и, начиная череду пленарных докладов, хочу еще раз напомнить, что тема нашего нынешнего Конгресса связана с той проблематикой, которую мы обсуждали в 2019 году в Казани. И проблематикой вот того совета была как раз та сфера, в которой мы действительно никогда не остановимся, в которой мы постоянно будем искать совершенствование того аппарата, которого владеем. И вот название Казанского Конгресса, его тема звучало так, напомню термины, понятия и категории музыковедения. Наша нынешняя задача сравненько с этой темой, с одной стороны, сужена, мы будем говорить о стиле, жанре и языке, а с другой стороны, углублена, углублена ракурсом рассмотрения в динамике истории. Стимулом к постановке такой задачи на нашем нынешнем совете еще стал состоявшейся в Московской консерватории в 2021 году 10-й Европейский конгресс по музыкальному анализу Евромаг, который еще раз подтвердил неисчерпаемость и актуальность проблемы совершенствования научного аппарата музыкознания. Поскольку мои пленарные доклады и в Казани, и в Москве были непосредственно связаны с разными аспектами рассматривания этой проблемы, я напомню, какие там были предложены темы для обсуждения, это доклад казанских проблем и логических дефиниций понятия музыкальной формы и на Евромаге постскриптум как модус композиторского высказывания. Поэтому я позволю себе в этом докладе предложить рассмотрение некоторых вопросов относящихся как ретроспективе, так и предполагаемой перспективе научного поиска. И уже переходя к основной части своего доклада после этой преамбула хочу воспользоваться двумя эпиграфами. Эпиграфы это афоризмы, один из которых принадлежит Декарту, а второй – Оскару Альду. Декарт изрек «Определяйте понятие, и вы избавите человечество от половины его заблуждений». А Оскару Альд парировал «Определить – значит ограничить». Ну и вот название моего доклада подчеркнуто значение того порога, находясь на котором мы обращаем свой взор и в прошлое, и в будущее, надеясь обнаружить в них некоторую связующую нить. И что же с этой избранной позиции нам доступно увидеть? Ретроспектива, простирающаяся от хорошо нам памятного сравнительно недавнего прошлого до прошлого в своих нечетких очертаниях лишь фрагментарно фиксируемого в глубине веков является для нас весьма неоднородной. Здесь, как и по закономерностям физической оптики, я имею в виду эффект так называемого «желтого пятна», наименее различимо то, что находится слишком близко и лишь слишком далеко от наблюдателя. Порогом, на который сегодня можно, условно говоря, и навести фокус объектива, становится искусство XX века, то самое сравнительно недавнее прошлое, обильно обеспечившее нас материалом для его описания и систематизации. Появившееся на протяжении XX века средство аудио- и видеофиксации, исполнения музыки также немало способствует такой возможности. В этой связи хочу обратить внимание еще на одно событие, произошедшее полгода назад в Московской консерватории, и торжественно оно там отмечено. Это 30-летний юбилей студии новой музыки. Деятельность этого коллектива, родившегося в стенах Московской консерватории, к сегодняшнему дню вышла далеко за ее пределы, представив многообразие своих творческих, научных, просветительских, организационных функций, особый культурологический феномен. Помимо многих публикаций в СМИ, отражающих новую форму синергии студии новой музыки с другими консерваторскими структурами, кафедрами, научно-творческими центрами, Центром электроакустической музыки, а также и сторонними концертными и научными организациями, появилась даже выполненная, защищенная под моим научным руководством, студенческая дипломная работа. Собранный и систематизированный при этом архивный материал студии новой музыки был опубликован в виде довольно объемистого фолианта и также представляет немалый интерес. В нем достаточно ясно просматривается картина, обозримая с порога ретроспективных обобщений и перспективы ожиданий, простирающихся в уже набравший ход 21 век. Поскольку репертуар студии новой музыки невероятно обширен и частично зафиксирован в изданных консерваториях и звукозаписях, можно на его основе сделать некоторые обобщения, связанные с тематикой нашего конгресса. Для многих произведений, как отечественных, так и зарубежных композиторов прошлого века, характерно дистанцирование от традиционной системы жанров, что зачастую подчеркивается уже их названием. Музыка для определенного состава инструментов, композиция номер, фиксирующая этапы творчества автора, столь же характерна и избегание стереотипов формообразования. Явление это вполне очевидное и уже зафиксированное в эстетике постмодернизма термином нонселекция. Однако уклонение от прежнего канона чревато появлением нового канона, что неоднократно происходило в истории искусства. «Отсутствие композиции в новом романе XX века есть, по сути, новый тип композиции», так писал румынский литературовед Александр Диман. «Тоже происходит и в музыке. Красота – это отказ от привычки», манифестировал в своем кредо Хельмар Вахенман. На этом пути композиторами построено множество мостиков разового пользования. На каком же уровне генетической общности следует искать типологическое родство художественных произведений по всем внешним признакам, претендующих на статус «опус уник». Интересная попытка продвинуться в этом направлении предпринята в статье, присутствующей здесь Анны Амраховны Амраховой. Статья называется «Опыт классификации индивидуальных проектов современной композиции», опубликованной два года назад. И, как известно, термин «индивидуальный проект» был предложен Юрием Николаевичем Холоповым с намерением подчеркнуть значение композиторских поисков, заведомо производимых вдали от традиций, вписывающихся в ту или иную известную типологию. Анна Амраховна, напротив, видит это художественное явление в той возникшей уже на сей день ретроспективе, которое позволяет поставить перед собой следующий вопрос. А можно ли в этом сонде разностей найти что-то их объединяющее? И не настало ли время задуматься о новой типологии, позволяющей и в индивидуальных проектах найти нечто общее, что подводило бы их под единую категориальную разновидность? «Эта общность, резюмируя далее автор статьи, определяется тем, что в своей ментальной сфере пребывания все многообразие музыкальной формы предопределяется когнитивными моделями». Цитаты закончены, и я хочу выразить радость, что Анна Амраховна не бросила эту тему, она продолжает ее интересовать, и вот как раз в программе нашего конгресса будет доклад, который обязательно предуслушать. Это очень приятно. Итак, генетическая общность явлений таким образом обнаруживается на уровне анализа выходящего за пределы привычных стилевых, жанровых и цирковых наблюдений. Это, впрочем, не снижает значимости вышеназванных сторон художественного целого как фактора в иных случаях сближающего достаточно неисходные по ряду признаков явления. Свидетельством тому порой являются авторские обобщения, касающиеся плодов собственного тверчества. Синтета-код Николая Рословца, поглощение минора Валендара Караманова, слабый стиль Валентина Сильвестрова, опус-пост Владимира Мартынова. Продолжая обзор обширного репертуарного списка студии «Новой музыки», нужно обратить внимание и на следующее. В нем ни разу не встретился жанр фантазии, что также связано с только что затронутым вопросом смещения маятника от опус перфектум от абсолютум к опус унику. Жанр фантазии предполагает подразумеваемую точку отсчета в системе исторически утвердившейся типовых форм. Свобода оценивается в сопоставлении с нормой, канон, априорное же удаление типовых структур музыки 20 века, девальвировало родовые признаки жанра фантазии, оставивая для него лишь сферу популярной музыки, фантазии на темы из кинофильмов, опер, ну и других источников. В сравнении с музыкальным ландшафтом 19 века фантазия в веке 20 исчезла из современного композиторского обихода, но зато в него вернулись некоторые жанры, не востребованные веком предыдущим, пасакали, кончерты Гросса, что также далеко не случайно. В этой миграции жанров, а также и конкретных элементов музыкального языка и стиля нашла выражение особо значимая связь 20 века с эпохой барокко. Связь эта давно привлекла внимание исследователей, примером чего может служить книга Марина Николаевна Лобановой «Музыкальный стиль и жанр. История и современность». Автор увлеченно комментирует такие языковые параллели, как современная полистилистика и барочное поли-гистерство и микста-женера, как кариаторика и язык французских нетрактированных прелюдий, как пластеры – гроздь и очикатуры – вмятин, как музыкальная графика и ауган-мюзик – музыка для глаз. Но еще более значимое именно ментальное соответствие этих культур, что дало в частности основание искусствовенам отнести к барокко направление художественной литературы Латинской Америки, представленное в 20 веке Габриэлем Маркесом, Хорхе-Луисом Борхесом, Олегом Компентьером. Уровень генетической общности художественных явлений таким образом позволяет рассматривать музыку в более широком культурологическом контексте, ориентируясь на методы исследования, разработанные в конкуративистике, сравнительном литературоведении и языкознании. С этих позиций возможен выход к проблеме родства между генетически связанными языками к определению того, какие сходства говорят о родстве, а какие – о заимствовании или о случайном совпадении. Стоит напомнить, что барокко как искусствоведческий термин приложили швейцарцы Якоб Бурхард, стоявший у истоков культурологии как самостоятельной дисциплины, и Генрих Вёрфин, создатель формального метода изучения произведений изобразительного искусства. На русском языке неоднократно переиздавались книги последнего «Ренессансы барокко» и «Основные художественно-исторические понятия». В этих трудах музыка не рассматривается, но уровень обобщения, присвоенный термином барокко, легко охватывает и сферу музыкального искусства. Выяв и описав типологические признаки барокко, Вёрфин существенно расширил сферу применения этого термина. Предложенная им ретроспектива простирается до античности, следствие чего, помимо барокко эпохи нового времени, ставится вопрос и о романском, и о готическом барокко. Установление родовых признаков типологического барокко влечет за собой соответствующий взгляд на типологический классицизм. Их совокупная пульсация на шкале исторического времени отмечается в разных пластах культуры. Возможны различные акцентуации в этой антиномии. В частности, Дмитрий Сергеевич Лихачев, например, разделял стили на первичные, к которым относил романеск, ренессанс, классицизм и подсимволизм, и вторичные, среди которых готика, барокко, романтизм, символизм. Границы явления, как хронологические, так и биографические, при этом заведомо признаются подвижными. Это подтверждается фактами, отмечаемыми в разных видах искусства. По мнению Игоря Грабаря, процитирую, высокий ренессанс уже на три четверти барокко. Он длился всего 10-15 лет. Цитата закончена. Причем показатель перехода от одной эпохи к другой следует видеть именно на ментальном уровне. Это подтверждает еще одна цитата из работы Игоря Грабаря. И только когда Нистовый Микеланджело открыл свой секстинский потолок и занялся капиталистскими постройками, все поняли, чем каждый болел и что прятал в своем сердце. И новый стиль барокко был создан. Я напомню, что роспись сикстинской капеллы была завершена Микеланджело в 1512 году. Примечательно в истории мировой художественной культуры различные примеры самоопределения посредством отторжения барочного менталитета. Известно, что сам термин «барокко» был избран как ретроспективная аксиологическая оценка, ушедшая в прошлые эпохи с позиции утверждающегося века просвещения. И в этимологии этого термина явственно присутствует негативный привкус. От латинского «барокко» – особая форма сколастического силлогизма, иронически комментируемого в XVIII веке. От итальянского «барокко» в сатирической литературе XVI века означало грубое, неуклюжее, фальшивое, например, сомнительное по чистоте торговое сделку. От испанского и португальского «барокко» – жемчужина неправильной формы. Весьма показательное определение данное в музыкальном словаре Жан-Жаком Руссо, словаре изданном в 1767 году, цитирую. «Барокко» – барочная музыка. Это такая, в которой гармония неясна, затемнена вариациями и дезонансами, «Пение жесткое и малоестественное, интонация трудная и движение стесненное». Цитата закончена. Да и с позиции XIX века, уже упоминавшийся мной Яков Буркхар, изрек об уроке такое – «Искусство, которое говорит тем же языком, что и искусство Ренессанса, но на одичавшем диалекте». В Англии всю школу композиторов и джурналистов, представителей которой творили до середины XVII века, принято относить к Ренессансу. А во Франции вообще крестились от принадлежности своей музыкальной культуры к барокко, делая некоторые исключения только для приехавшего из Италии люли и предпочитая отдельно говорить о классицизме XVII и XVIII веков. Что же касается России, то, в отличие от Европы, барокко не предшествовало Ренессансу, хотя, по мнению Дмитрия Сергеевича Лихачева, русская барокко XVII века приняла на себе многие из функций Ренессанса. Завершение эпохи барокко, с одной стороны, было подчеркнуто подчеркнуто декларацией новых ориентиров мышления классическими установками в искусстве, достаточно быстро и повсеместно пробившими себе дорогу. «У разума одна дорога», – возгласил свой девиз теоретик классицизма французский поэт и литературный критик Николай Боалу. Ганс Генрих Эгебрехт в этой связи считал барокко завершающим этапом стилистической эры, разделяя две такие эры в европейской музыке – до и после Штурмундранг, то есть сорокалетия с 1740 по 1780 годы. Позиция эта имела именно ментальную основу. По Эгебрехту первая эра связана с принципом выражения явления внешнего мира, а вторая эра – это время, когда музыка становится средством обнаружения индивидуального я. Интересно, что Александр Викторович Михайлов предложил в своей книге «Языки культуры» сходную периодизацию. Это сама глава книги фактически определяет такого рода позицию. Глава называется «Поэтика барокко, завершение риторической эпохи». С другой же стороны, и здесь в разных видах искусства наблюдаются признаки переходного периода – рококо, мангельмская школа, штюрмеры, сентиментаризм. По ряду стилевых признаков эти значительные художественные явления предвосхищают не столько формирующийся параллельно ранее классицизм, сколько значительно более отдаленное будущее. Интереснее, наверняка не случайно, отнесение искусствоведами и к этому историческому периоду, и в особенности к самому началу барокко, термина «маньеризм». В обоих случаях принадлежность к маньеризму определялась на ментальной основе, связывалась с ощущением неустойчивости мира, шаткости судьбы, субъективизма внутренней идеи художественного образа. Отсюда и своеобразие языка, выражающиеся в живописи, выскажении пропорций, экспрессии и плос, светотеневых диссонансов. В музыке же впечатляющий пример маньеризмского прорыва далеко завредило языка не только своей, но и в последующей эпохе представляют сочинение Джиллэда Девеноза, и не случайный интерес к его музыке, проявленной Старвинским и Шнинки. Но разве не можем мы почувствовать перечисленные признаки маньеризма на значительно более поздних этапах развития художественной культуры, обнаружить их в истории театра, литературы и других видов искусства? Разве не угадываются эти признаки в том, что нам более привычно вызывать модерну, снабжая его уточняющими приставками пост-нео-метод? Принцип договаривания, на котором я достаточно подробно останавливался в своем докладе на Евромаг, может быть распространен даже на категорию авангард, вопреки родовому, казалось бы, его качеству, отказа от привычки. И нас поэтому не должен удивлять очевидный оксюморон в таком признании Диардо Лигетти, цитируя, «Этим концертом, речь идет о фортепианном концерте Лигетти, я заявляю свое эстетическое кредо, независимость как от критериев традиционного авангарда, так и от современного постмодернизма. Традиционный, иначе говоря, типологический авангард – это категория, которая тоже может со временем оказаться рядоположной с бюльфельновскими типологическими барокко и классицизмом. Генетическая общность творческого метода таких творцов, как Джизвальда, Карл Филиппом Нейбах, Мусоцкий, Берлиоз, Эцельтора, может стать особой темой для обсуждения. Уделив основное внимание ретроспективе обобщения, мне следует также осуществить и свое намерение хотя бы вкратце охарактеризовать перспективу наших нынешних ожиданий. Безусловно, это значительно более субъективный взгляд на динамику истории. И все же попробуем и в этом случае оттолкнуться от опыта не чуждой нам эпохи барокко. Что было сделано и чего сделано не было в искусствознании того времени. Эпоха барокко оставила потомкам учения стили, но не оставила столь же развитого учения о музыкальной форме. Было создано учение о музыкальном порядке, но не состоялось учение о музыкальной свободе, хотя культура импровизации по значимости своей не выступала культурной композиции. Многое просто относилось к области устно передаваемой традиции, о чем замечательно выставился Эрнс Курт, объясняя почти полное отсутствие авторских указаний громкостной динамики в нотах Иоганна Себастьяна Баха. Цитирую. В них не было надобности в эпоху, в которой их правильно ощущал. Но при этом серьезные раздумья о том, что же представляет собой музыка, были отражены в словарях и трактатах того времени. Приведу лишь один впечатляющий пример из музыкального лексикона Вальтера, изданного в 1734 году. Здесь дан подробный перечень тех явлений музыкальной культуры, которые получили соответствующую терминологическую фиксацию. Тут, должен предупредить, будет очень длинная цитата, но именно в этом ее протяженном развороте как раз и весь смысл. Сколько терминов рождалось в то время на фиксации наблюдаемых явлений. Итак, что перечисляет Вальтер? Древняя музыка, арифметическая музыка, искусственная музыка, активная и практическая музыка, оральная музыка, хроматическая музыка, комбинаторная музыка, связная музыка, созерцательная и спекулятивная музыка, диатоническая музыка, драматическая, сценическая, театральная музыка, церковная музыка, энгармоническая музыка, фигуральная музыка, холодная музыка, гармоническая музыка, историческая музыка, человеческая музыка, гиперхемная музыка, инструментальная музыка, манерная музыка, мелизматическая музыка, мелопоэтическая музыка, измеренная мензуральная музыка, метаболическая музыка, метрическая музыка, Современная музыка, играемая музыка, мировая музыка, изменчивая и мимическая музыка, натуральная музыка, западная музыка, политическая музыка, одическая музыка, органическая музыка, патетическая музыка, ровная музыка, поэтическая музыка, практическая музыка, пифагорейская музыка, речитативная, сценическая или драматическая музыка, ритмическая музыка, знаковая музыка, спекулятивная музыка, музыка симфоний, театральная музыка, теоретическая музыка. Музыка трагическая музыка, вокальная музыка, общего прогребительная музыка. Цитата закончена. Безусловно, большинство перечисленного в итоге оказалось почти или вовсе забыто. И может сегодня вызывать даже откровенное недоумение. Однако, сама совокупность этих терминов характеризует повышенную знаковость музыкального языка барокко. И потребность это осмыслить определяет дальнейший путь к семиотике и социологии искусства. Думается, что поставив перед собой уже на основе ранее достигнутого сходную задачу, мы сегодня тоже получили бы объемистый свод терминов, относящихся к самой разной современной музыке. Готовы ли мы при этом продвинуться дальше констатации времени? Ощутим ли уж действительно новая научная парадигма, лучшие которой нами будут сделаны следующие осмысленные шаги? К формированию нового канона предшествует фаза протоканона, которая является мостом от ретроспективы обобщений к перспективе ожиданий. Наблюдаемое исследователем в фокусе объектива здесь заведомо лишено четкости очередания. И афоризм Аскара Уайда в данном случае кажется мне предпочтительным Декартовскому. Век назад к тому же склонялся и выдающийся русский философ Павел Флоренский. Приведу с этим вот цитату. «Мы не должны подрисовывать соединительные протоки мыши там, где они не выступили сами собою, хотя навести их было бы бесспорно и соблазнительной, и легче, нежели оставить, иметь мужество оставить общую картину недопроработанной в ее первоначальной многоцентричности, в ее перспективном, неприведенном к единой точке зрения пространством несогласования». Цитата закончена. По-моему, лучшее не скажешь. Спасибо за внимание. Аплодисменты